Добрый день, рад приветствовать на фестивале Акусмониум. Сегодня у нас французская программа, вчера была австрийская, и вечером будет Акусмониум на основной сцене. А сегодня мы начинаем с галереи плавающего звука. Я вам рад представить изобретателя Акусмониума, замечательного композитора Француза Аппель. И для начала хотелось бы дать определение Акусматическому. И потом в рамках этого обширного понятия можно будет говорить о чем-то более конкретном, о более узких областях. Начну с двух очень важных дат в истории человечества. Первый из них, это было очень-очень давно, это появление огня. Это момент, когда человек смог добывать огонь, производить его, поддерживать, гасить, управлять огнем. И в этот день человек перестал быть животным. Какая-то часть его сохраняла животное происхождение, но на нее наложился новый дополнительный слой. Человек, и на него накладывается еще один слой мозга. Поскольку возможность управлять огнем изменила метаболические процессы человека. Человек перестал есть сырое и стал есть приготовленное. И это привело к изменениям в его внутренних органах. И вернуться назад было уже невозможно. Путь назад к стадии животного был отрезан. И теперь у человека не оставалось выбора, ему пришлось стать разумным. Даже если этот разум, эта разумность, будет в какие-то моменты действовать против самого человека. Управлять разумом очень сложно. Вторая дата настолько же важная, как момент появления огня. Она более современная. Это появление электричества. Здесь стоит говорить о начале электрической эры в истории человечества. И для того, чтобы правильно представить себе эту эпоху, нужно перенестись на пять тысяч лет вперед. И вот мы попадаем в нашу современную эру, промежуточную эру. Как des êtres, qui ont compris le feu, mais pas encore très bien compris l'электричité. И представьте, человек уже хорошо управляет огнем, но не очень хорошо ладится электричеством. И ему не хватает еще одного мозгового слоя, который пока не сформировался окончательно. Только у людей, которые обладают исключительным видением, к которым мы относимся. Я говорю о людях, которые могут играть с феноменом электрической скорости. И, par exemple, je pense que la pensée de l'écoute du son à la vitesse électrique, c'est-à-dire la vitesse lumière, change complètement notre manière de percevoir. И поэтому, мне кажется, что если говорить о слухе в связи с электрической скоростью, со скоростью света, это полностью меняет наше представление о том, как мы воспринимаем звуки. Déjà nous avons la possibilité de fixer le son. Тогда у нас, например, появляется возможность зафиксировать звук. Le son, normalement, c'est une chose éphémère et qui disparaît tout seul. Обычно звук представляет собой éphémèreную субстанцию, которая быстро исчезает. En analogie avec notre mémoire aussi, qui garde très courtement la mémoire de ce qui est arrivé. Et ça peut сравнить по аналогии с нашей памятью, которая хранit только краткий период времени то, что произошло. Le son s'évapore et disparaît. Le son s'évapore et disparaît. Et la mémoire aussi garde et oublie. Звук исчезает, растворяется et точно так же наша память стирается временем то, что мы помнили раньше. Mais avec l'apparition d'électricité nous avons la possibilité de fixer le son, de faire une trace du son, de garder une trace du son. Но с появлением электричества у человека появилась возможность сохранить звук, зафиксировать, оставить его след. Et de pouvoir aussi utiliser le temps dans tous les sens. Dans le sens qui s'amortit ou dans le sens inverse. Et encore pire, nous pouvons fabriquer un temps irréel où on prend un instant ici, un instant là, un instant là, un instant là, un instant là, et on fabrique un zigzag du son. Et что еще более сложное, мы можем создавать нереальное время. Мы можем взять один момент отсюда, другой отсюда, третий, с третьего места et создать между ними зигzag звука. Nous pouvons le faire, mais nous ne pouvons pas le comprendre. nous sommes en avance pour faire, mais en retard pour comprendre ce qui se passe. Donc, c'est un extraordinaire espace de jeu. Nous sommes comme les bébés, qui apprennent à faire tomber quelque chose et à ramasser quelque chose. Nous sommes comme les bébés, qui sortent quelque chose et nous devons le faire et nous devons le faire à quelle vitesse la main doit aller pour attraper quelque chose. Et nous devons un certain temps pour ajuster la скорость, à laquelle ils l'ont pas le droit et le déchirer et le déchirer en deux ou prendre deux choses et la réunir en une. Ou, par exemple, взять quelque chose et le déchirer et le déchirer et le déchirer il faut des mois et même des années pour le bébé pour apprendre ces choses-là. Mains des enfants il faut des mois pour apprendre ces choses-là. Et maintenant, pour être adulte il faut des mois et des années pour comprendre le phénomène des traces électriques. Et, comme ça, les jeunes il faut des années et des années pour comprendre les phénomènes électriques, électriques et l'électriques 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 Alors, comme artiste maintenant, qu'est-ce que je suis, moi? Et, теперь, какое m'aie отношение à l'électriques comme artiste je suis quelqu'un qui a une culture occidentale. Comme artiste je suis quelqu'un qui a une culture occidentale. Et, pourtant, je suis né en Afrique, en Madagascar. Et, tant ni méné, je suis né en Afrique, en Madagascar. Et pendant les 12 premières années de ma vie je vais dans la forêt africaine. Et, les 12 ans de sa vie je vivais в африканском лесу. Как это делали, как жили когда-то примитивные люди. И там не было, соответственно, ни промышленности, ни электричества, ни водопровода, ничего не было. Это было давно во времена Второй мировой войны. И тогда, будучи ребенком, я много внимания уделял звукам и тому, что они значат. И тогда я узнал, что очень небольшой незаметный звук может быть предвестником чего-то опасного. Так, например, шуршит змея или паук в траве. Что-то, что может потенциально вас убить. Но при этом звук издает совершенно неслышный. Я научился быть очень внимательным к звукам. Но все же мои родители и культура, которую они мне привили, были западными. То есть они были европейцами, не африканцами, не азиатами, не были ни из океани, не из Гренландии, а именно из Европы. И поэтому при рождении я получил этот европейский западный культурный багаж. Поэтому, когда я решил заняться музыкой, кто был моим кумиром, на кого я ориентировался, сначала это был Дубиси, а потом это был Бах, потом Бетховен, затем Шопен, потом Стравинский, Барток, Мессион, и конкретная музыка. И каким был мой музыкальный багаж? Это музыка, записанная музыка, которая создавалась европейскими композиторами в течение 300 лет. Это сильно ограничивало мою сферу действия. Но с моего детства в Африке, с моего африканского звукового опыта, я помнил об важности звука. Но, тем не менее, я приспосабливал эту мысль, это понимание к западной музыке. И что получается в таком случае, с одной стороны, это расширение, а понятие, с другой стороны, это какая-то большая конкретика. Таким образом, получается расширение горизонта, но внутри определенной четкой идеи. Существуют и другие идеи, другие направления. И принцип музыки, которая записана, электрического звука, который записан, может использоваться и в других областях. Например, очень интересна эта запись звуков природы. Это попытка услышать гармонию, понять, каким образом общаются экосистемы. И именно в этой сфере, в этом направлении работал Мюррей Шефер и его последователи. Можно использовать электронную музыку и как перкуссию. В данном случае, на первый план выходят, соответственно, ритмы, музыки, вибрации, которые она производит в теле, меняя направление распространения звука и крови в организме. В общем, вся электронная музыка двигается в этом направлении. Это сильный, мощный, повторяющийся звук, который меняет ваше физическое восприятие, состояние вашего сердца. Это музыка, которая пульсирует. Можно использовать запись звука для того, чтобы создать образ общества. И чтобы познакомить слушателя с разными регионами мира. Послушать, как говорят арабы, как говорят в океане, как говорят птицы. Как говорят птицы, как говорят рыбы и другие животные, которые общаются друг с другом с помощью ультразвука, который человеческое ухо не воспринимает. Все эти области также интересны и увлекательны. Но я выбрал в кавычках музыкальное направление, традиционное музыкальное направление. Я принял электрическую революцию. С точки зрения, рассматривая ее как эволюцию музыкального языка моей музыкальной культуры. Как Варез использовал перкуссию. При этом воспринимая ее как симфонию. Варез, с этой точки зрения, является последователем, наследником Бетховена. Бетховен придумал фортепиано. «Праез, наносим взаимосвязь» «Заимосвязь» Для него музыка была вот такой. Не рискну повторить. А заимосвязь «Праез, наносим взаимокаков». А вот такая музыка была после Бетховена. «Праез, наносим взаимокаков» Бетховен придумал динамику. динамику разницы музыкальной организованных в музыке, и Варез в этом отношении последователь наследник Бетховена. Он придумывает музыку используя только инструменты перкуссии, но продолжая идею Бетховена, вовсе не делает ссылку ни к джазу, ни к африканской музыке, а именно в продолжении истории европейской музыки, своей музыкальной культуры. Теперь, что более современное, Пьер-Henri и Пьер Шефер создали конкретную музыку. Что такое конкретная музыка? С точки зрения конкретной музыки, на музыку можно влиять радиофонии. Что такое радиофония, радиофонический процесс? Это резкое изменение положения слушающего. До появления радиофонии, слушание восприятия звука происходило прямым образом. Например, кто-то говорит с кем-то другим в одном и том же помещении. Есть говорящий, например, как я, и есть слушающий, как вы сегодня. Это, например, структура театра или симфонического концерта. Это прямое произведение, прямое восприятие звука. А потом появляется электричество. Появляются микрофоны. И теперь звук не идет прямо в уши слушающего, а он попадает в микрофон. Дальше он по проводу проходит и попадает в колонки усилителя. Он проходит по воздуху огромный путь. Далее его принимает антенна и у вас есть приемник. И теперь тому, кто производит звук, вовсе не обязательно находиться в том же помещении, как и те, кто его слушает. Например, можно взять большое количество людей, которые производят звук, скажем, симфонический оркестр, 120 музыкантов. А с другого конца будет всего лишь один человек, который будет их слушать. По радио. И который не будет видеть оркестра. Что происходит в таком случае? Происходит своего рода временно-пространственный разрыв. Теперь слушающие и говорящие не находятся в одном времени и пространстве. И появляется понятие чистого восприятия слушания звукового предмета. Пьер Шефер был человек из радио. Пьер Шефер много работал в сфере радио. И он много думал о том, как человек может воспринимать звук, источник которого он не видит и не знает. И в таком случае человек вынужден каким-то образом интерпретировать то, что он слушает. И первая мысль, которая пришла ему в голову, это создать музыку не с помощью музыкальных инструментов, а с помощью шумов. Итак, первая идея это симфония шумов. Почему? Потому что у нашего уха может слышать звук трубы, скажем, но также оно слышит и другие шумы. Например, кто-то, кто производит шум. Мы слышим этот шум. Но мы видим также человека, который его производит. И вот этот паразит, он шумит и мешает ему слушать музыку. Мы видим, что он делает, и поэтому очень негативно воспринимаем тот звук, который он производит. Но если вы смотрите на музыканта, который играет на скрипке Страдивариуса много-много миллионов. И вы видите этого скрипача, молодого человека, который 20 лет, 10 часов в день учился играть на этом музыкальном инструменте. И если с мячком он по этой скрипке Страдивариус проводит, и получается ужасный мерзкий звук. Вот такой же звук, как, например, бумагой по столу провести или по стеклу. Но оценивать эти одинаковые звуки мы будем по-разному. Таким образом, то, что мы видим, мешает нашему восприятию. И скрипач со скрипкой Страдивариус будет иметь гораздо большую ценность. Мы будем слушать тот звук, который он производит, как музыку. Но если я буду такой же звук воспроизводить, водя рукой по столу, то это будет уже не музыка. Именно поэтому появление радио сыграло такую важную роль в истории музыки. Оно разорвало слушание и видение. И позволило по-другому воспринимать звуки. И сегодня, когда мы слушаем звук, не видя его источника, не имея никаких предубеждений относительно этого источника, Мы слушаем то, как звук организован. И именно Варес первым говорил о том, что он создает организованный звук. Пьер Шефер и Пьер Андрей изобрели конкретную музыку. Варес изобрели конкретную музыку. А Варес придумал термин «организованный звук». Таким образом открылись две важные двери. И через эти двери потянулся весь конец XX века и все будущее музыки. Потом появляется молодое поколение, к которому когда-то относился я. Он был Пьер Андрей, Штокаузен, Беррио, Кейдж. И было потом второе поколение, к которому относился я и мои коллеги из группы музыкальных исследований. Но были не только мы, были еще многие другие группы из Америки, из Варшавы, из Интернезии. И откуда хотите, группы и композиторы. В чем была особенность моей работы? Я задумался над процессом слушания. И учитывая мои опыты с детства и юности, я очень чутко воспринимал разные категории слушания. И пытался найти точный термин, который мог бы описать эти разные типы слушания. Целую группу терминов, если хотите. Акузматик, акузмоним, акузматик, акузмоним, акузматек, акузмограф. Целый ряд терминов, которые применяются к музыке, задающиеся вопросом звукового восприятия. Дело не в том, чтобы создавать лучшую музыку. Рефлечить на перспективе музыки не дает, не дает, не дает, не дает правильный композитор. Потому что тот, кто задумывается о восприятии музыки, не обязательно лучший композитор. Я не претендую на такую роль. И я думаю, что можно быть потрясающим композитором, даже если не задаваться всеми этими вопросами. Но мне лично было интересно ими задаться. С точки зрения преподавания музыки и просто потому, что мне было интересно понять более точно некоторые идеи. И поэтому моё первое произведение, что я создал, когда мне было более 30 лет, я поздно начал заниматься музыкой. Я был тогда уже не очень молодым. Я был тогда уже не очень молодым. И я решил тогда сделать классификацию степени восприятия музыки. Мне кажется, что первый уровень восприятия музыки, это, как бы это перевести по-русски? Тревога, опасность. Ну да, это восприятие тревоги. Первое звуковое впечатление – это всегда тревога и включение внимания. Естественно, я говорю о чистом слушании, когда у вас нет никакой визуальной информации. Слушание, когда перед вами источником звука и занавес. Все знают, что термин «акузматик» связан с именем греческого философа Пифагора, который преподавал своим ученикам разными способами. Рядом с ним сидели всегда ученики, которые уже несколько лет у него занимались. И он прямо с ними разговаривал. И каждый год у него было множество новых молодых учеников, которые имели определенное отличие от старых, и был занавес, который их разделял. И молодые новые ученики сидели за занавесом. Они должны были слушать, но не могли видеть учителя. Вот здесь мы говорим об акузматической позиции. Как техника привлечения внимания. Более того, я считаю, что Пифагор по-разному разговаривал с своими старшими учениками. И в случаях, когда он знал, что за занавесом сидят еще молодые ученики. Тогда он говорил по-другому, потому что понимал, что сидящие за занавесом также должны понять, что он говорит. Эти все истории всплыли, в частности, в последнее время, потому что они ставят вопрос способности слушать. И поэтому я попытался глубже развить эти понятия, делая произведения, являющиеся примером той или иной категории типа слушания. И именно это я сегодня вам и представил. Всего лишь. И больше не меньше чем-то. Спасибо за внимание. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.